Микс Ньюс Микс Ньюс Там такая история, что заболел он внезапно, ну всегда такие вещи, наверное, внезапно случаются осенью прошлого года, долго не могли поставить диагноз, а потом поставили очень тяжелую форму онкологии. Неожиданно, это, конечно, стало шоком для всех, для всей семьи. Костя из такой чудесной, большой, замечательной семьи. Четверо детей, он второй по возрасту, братик, еще у него есть старший брат, младшая сестричка 12-летняя и пятилетний братик маленький. И вот вся семья сплотилась для того, чтобы помогать ему выбраться из этой болезни, из этой беды. Там ситуация такая, что никакое лечение не помогало изначально, химиотерапия не дала результатов, но потом провели генетический анализ, отправили пробы в Америку, в лабораторию. И выяснили, что есть два лекарства, которые в комплексе помогают именно в его случае. И все подробно написано в статье нашей на сайте, в рубрике «Зеленая лампа» на сайте mixnews.lv и на фейсбуке, на страничке «Зеленые лампы». Но проблема в том, что лекарства-то есть, а нет денег, потому что каждый месяц в течение года нужно платить 6 793 евро за вот этот курс один. И это уже со скидкой, потому что скидку после обращения родителей дала фирма-производитель. Государство, к сожалению, никаких пока льгот и скидок не смогло дать. Родители обратились, теперь ждут ответа, но пока что вот так. То есть каждый месяц почти 7 тысяч надо до конца года взять. Но хороший в этой истории, хороший факт тот, что уже после первого приема в феврале пошли очень серьезные улучшения, и опухоль практически пропала. То есть он стал вставать, хорошо себя чувствовать. Посмотрите на его фотографию, это симпатичный, очень добрый, очень замечательный мальчик. Я говорю мальчик, да, 24 года, это только начало жизни. Вот такая история. И поэтому наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю будет работать для Кости Прутика. А счет открыт в благотворительном фонде ЗЕДУТЛВ. Мы сейчас вот с ними сотрудничаем, чтобы помочь мальчику вот этому. Ну и еще раз напоминаю, телефон 9306384, это маленький звоночек, сейчас серьезная и трудная у всех ситуация, но мы знаем, что рядом с нами есть люди, которым ну совсем тяжело справиться. Поэтому если кто-то может сделать этот звонок, мы будем очень рады. И вот эта схема, которую мы придумали и осуществили в экстренном порядке, то есть благотворительный фонд BeOpen, в рамках которого выходит программа «Зеленая лампа», совместно с фондом ЗЕДУТЛВ объединились, чтобы помочь мальчику собрать эти средства на лекарства, которые действительно врачи констатировали, что это надо делать, оно ему помогает, есть эффект. И напоминаем, что гость у нас сегодня, гость нашей программы практически по заявкам радиослушателей. Долгожданный. Да, потому что после эфира, когда Дмитрий был нашим гостем, мы получили очень много откликов от радиослушателей, которые просили пригласить его еще раз. Это психотерапевт, психолог Дмитрий. Экзистенциальный. Лид, не пугайте, не пугайте радиослушателей. Вот интересный момент. Вы загуляете, Рита. Да, интересный момент. Дмитрий, в воскресенье люди отметили православную Пасху, и все просто с замиранием сердца, задерживая дыхание, следили и ждали, сойдет ли благодатный огонь. Суббота. Потому что такая ситуация, люди в тревоге, в растерянности, мысли лезут в голову разные. А вы знакомы с человеком, который каждый год присутствует непосредственно при этом чуде. Это ваш друг, армянский священник в Иерусалиме, Гевон Двардапет. Расскажите, пожалуйста, об этом знакомстве и о том, с каким чувством вы ждали схождения благодатного огня в этом году. Ну, хочу, во-первых, попросить друзей, давайте, друзья, миром как-то навалимся, поможем Константину. Это первое. Второе, хочу уже вас поправить, что на церемонии встречи, боже, как я неправильно говорю, встречи благодатного огня с нисхождением, было двое моих друзей. Отец Гевонт и Дима Брикман, это тоже мой друг, который каким-то образом всегда оказывается в нужном месте, в нужное время. Давайте скажем, кто он. Они оба делали эту съемку, да. Он очень известный фотограф, живущий в Иерусалиме. И мы, когда его приглашали в Ригу, он, кстати, был на радиоболтком тоже с Вадимом Родионовым, по-моему, беседовал. Я, конечно, не сомневался нисколько, что чудо произойдет. Как вообще жить без чуда? Вот. И отец Гевонт, он совершенно уникальный. Он есть, знаете, священники, сейчас, может быть, я тоже неправильные вещи буду говорить. Есть священники, которые живут и как-то себя показывают из правильного, из закона, что должно быть так. А есть те, которые живут из сердца. Наверное, и люди, так же мы отличаемся, те, кто живут по неким правилам, а те, кто просто живут из сердца. И отец Гевонт, он какой-то невероятно сердечный человек. И, конечно, мне посчастливилось с ним подружиться, познакомиться. Мне подарил пару книжек из тех, которые он написал. И я, конечно, знаю, некоторые в эфир, не буду говорить, некоторые особенности того, что происходит в храме Гроба Господня. И я ещё видел некоторые лица, знакомые в этой церемонии из армянской церкви. Вот так вот случилось, что как-то я попал к этим людям четыре года назад, когда гостил у Брикмана в Иерусалиме. Чудо есть. То есть вы не сомневались, что это всё произойдёт, а все замерев сидели? Нет, я как-то вообще, наверное, по своей природе не очень тревожный человек. Но, правда, если вот так немножко перекинуть мостик от того, чем вы спрашиваете, к настоящему дню, связанному с карантином и с вирусом. И я понимаю, что это такое, знаете, время, мы, кстати, с Гивондом когда-то говорили об этом, два года назад, когда познакомились. Это такое время обретения свободы. Как ни странно, при всех тех ограничениях, которые на нас вдруг обрушились, и объективных, и субъективных, вот всё-таки мы обнаружили вдруг данности, которые, собственно, и без нас существовали. Ну, то есть, что мы гораздо более уязвимы перед внешним миром, чем мы считали. Мы обнаружили какой-то невероятной силы взаимозависимость, когда протянутая рука или объятия при встрече могут повлечь за собой последствия для кого-то, если я вдруг передам этот вирус. Мы обнаружили, что тревога – это не просто эмоциональное состояние, вот здесь и сейчас, да, это такая суть жизни. Это данность, которая пронизывает нашу жизнь насквозь и которая связана, конечно же, с неопределённостью, которой очень много в мире. Мы не знаем, что будет завтра, каким образом повернётся вся эта история. Это вызывает очень много тревоги. И в связи с этим как раз и можно говорить об ограничениях, которые объективно случились. И, собственно, я так долго подхожу к пониманию, к определению, что такое свобода. И вот у нас появилась возможность стать свободными, а именно обрести способность действовать в этих самых ограничениях. Вот обычно под свободой понимаются, конечно, возможности. Чем больше у нас возможностей, тем больше мы свободны. Но это не совсем так. Свобода – это способность действовать именно в ограничениях. И сейчас в основном страдания людей, я вижу это и по клиентам, и по Фейсбуку, по общению виртуальному, и не только, связаны с тем, что как будто бы слишком мало у нас стало возможностей, что-то мы потеряли. Это правда, это объективно так. Но, с другой стороны, всё-таки свобода – это выбор быть вот в этом довольно узком коридоре, который нам сейчас жизнь предлагает, подкинула. Да, если так образно говоря, мы два месяца назад бегали по лужайке или по лесу, а сейчас вдруг оказались в коридоре. Как мы вошли, понятно, как выйдем, непонятно. И вот есть ли жизнь на Марсе, да, есть ли жизнь в коридоре. И у нас у каждого есть возможность выбрать всё-таки бороться внутренне, конечно. Внешне мы ничего не можем сделать объективно. Внутренне бороться с этой новой реальностью или всё-таки освоиться в том, что есть. Обратить внимание на то, что есть. Это наши близкие, это наши интересы, дело, которым можем заняться. Я сейчас не говорю, конечно, про такие внешне объективные ограничители, как, например, потеря работы, зарплаты, денег. Я думаю, что очень много людей столкнулись с этой проблемой. Я говорю всё-таки про внутреннюю реальность. Ох, как и Остапа понесла. Ну вот, смотрите, сейчас многие даже отмечают, что такая произошла ситуация, кто с чем подошёл к этому моменту, как экзамен какой-то, да, тот так себя и ведёт. То есть что ты накопил уже за предыдущий нормальный период? Я с этим согласен. Это, как, знаете, такой маленький, не хочется это слово произносить, маленький страшный суд. Не в смысле наказания, а в смысле, что вы имеете предъявить. И вот эти все наши, я говорю, в том числе, меня это касается, иногда хочется поныть по поводу несправедливости жизни, обстоятельств. Но вообще-то сейчас такая хорошая диагностическая ситуация. А кто я вообще такой? Что я нажил за свои, там, 50, не помню, с чем-то лет? Не в смысле материального, хотя это тоже вопрос хороший, а в смысле способности любить, способности принимать своё одиночество, способности помогать, способности преодолевать тревогу, несмотря на то, что хочется спрятаться, паниковать, там, не знаю, водку пить, чтобы не видеть этого ужаса. А вообще-то способность преодолеть эту тревогу и как-то шагнуть в жизнь, несмотря на все эти ограничения. Ещё, мне кажется, такая важная высветилась сторона жизни, наша зависимость от внешнего. Вот из того, что я наблюдаю, те из нас, ну, представьте художника, который в мастерской пишет картину, ему всё равно. Он творит своё дело, он может вместе с ним выходить из мастерской. Не заметить карантина. Вышел за сигаретами, а, значит, вокруг жёлтой полоски, и ближе, чем два метра не подходи. И вот эта зависимость от внешнего мира, от внешних каких-то обстоятельств, стимулов людей, тусовок, работы, она сейчас, мне кажется, очень хорошо выявила, ну, у многих из нас, или у некоторых из нас, внутреннюю пустоту, недостаточность. Наверное, проявляется она в виде скуки. Вот как… Да, Ольга, вы хотите? Да, Дмитрий, вот… Остановить уже этого растапа. Нет, нет, я вопрос под теми. В продолжение темы. Вы сказали, что вот вы сидите там, ноете, но. Я посмотрела, вы буквально вчера сделали перепост на Фейсбуке, мнение одной мамы, мамы особенного ребёнка. Вот она пишет, что всё-таки в Фейсбуке градус нытья здоровых людей, со здоровыми детьми в изоляции и карантине зашкаливает. Я об этом думаю постоянно, да, о том, что вот и без всяческого карантина в повседневной реальности мы, в общем-то, не сталкиваясь с этими семьями, с этими ситуациями, когда, ну, бывают и неизлечимые какие-то вещи или очень сложные болезненные неприятности, которые случаются со взрослыми. Но когда касается это детей, да, а это их повседневная жизнь. То есть вы сделали этот перепост. Вот с какими мыслями? Ну, это Оля, чей перепост я сделал. Мы с ней лично знакомы. Я месяц назад, буквально за день до закрытия авиаперевозок, ну, то есть закрытия аэропорта и границ в Латвии, я проводил трёхдневную группу терапевтическую для родителей детей с особенностями и для родителей, у которых дети больны смертельными заболеваниями и у которых очень плохо ситуация. И я сейчас веду онлайн группу поддержки для родителей как раз особенных детей. И я знаю эту ситуацию, что называется, изнутри. Но в моей личной жизни не случилось такого опыта, да, но вот в силу профессии, того, чем я занимаюсь, я, это правда, я много всего повидал, сейчас не понимаю, то ли констатирую, то ли хвастаюсь за свою жизнь, но эта встреча трёхдневная в Минске, она, конечно, меня поразила, потому что то, что приходится выдерживать мамам и родителям и папам, они тоже где-то рядом во всех этих историях, выдерживать каждодневно, я увидел соразмерность их боли и объективных трудностей, которые они испытывают, и их страданиям, их переживаниям. И при этом эти люди не опускают руки, они очень мало жалуются, они очень мало ноют, вот во всяком случае точно в публичном пространстве. И для меня есть ответ, за счёт чего они держатся, это не только какая-то сила, потому что женщины порой очень хрупкие, там в два раза меньше меня по Конституции, но выдерживают на порядок больше всего жизненных испытаний. Это, конечно, что-то про любовь, если вот так совсем просто назвать, это сила, которая даёт им возможность всё это выдерживать, а некоторым даже и быть счастливыми. Причём открываться ещё и неожиданно. И когда я тоже вижу, что, особенно после той встречи, как несоразмерно страдания многих ноющих, да простят меня друзья, которые ноют, я сам иногда поднываю, я в этом признался, несоразмерность ситуации жизненной, когда возник спор по поводу детей, которые сейчас на удалёнке учатся, родители вынуждены по два часа в день тратить время, как это их там выводит, и конечных страданий. Да, для меня это означает, что всё-таки страдания, то, чем мы мучаемся в своей жизни, это не само событие, это не сама боль, которую мы испытываем, как-то вот вдруг сваливается в нашу жизнь. Это наша реакция. То есть боль помножена на нашу реакцию. Когда, все знают анекдотичные случаи, когда там сломанный ноготь у девушки приводит в попытки суицида, например. Ну, как бы есть некоторая несоразмерность. И когда вот эти люди, мамы таких детей особенных, да, и вот я думаю, что родители Кости сейчас, если слушают меня, то, наверное, они как-то в чём-то, наверное, со мной согласятся, да, что люди, попавшие в такую глубину более объективной боли и страданий, и такой невозможности, потому что очень ограниченные возможности есть влиять на болезнь, лечить, а не, как сказать, укус комара, они воспринимают как укус комара. Заноза в мягком месте, как заноза в мягком месте. Сломанный ноготь, как сломанный ноготь, ещё один отрастёт. Да, и в этом смысле, вот, конечно, вот такие впечатления я получил. Ну вот, что касается семьи Кости, о котором мы сегодня говорим, которому мы помогаем, там мама такая чудесная, Юлия, мы с ней много разговаривали и практически подружились, потому что чудесный человек, она честно сказала, что ещё месяц назад она, она говорит, я бы вообще не смогла вам ничего рассказать, я просто говорить не могла. Это была такая боль, это был такой страх, потому что твой ребёнок, и вот всё, и ты не знаешь, что делать. Вот, потом она взяла себя в руки, мальчик тоже очень хорошо держится, у него есть девушка, которая с ним рядом, у него есть семья, которая вот рядом, просто они, вот, они рук не дают ему опускать, и он сам какие-то психологические курсы изучает. Вообще чудесный мальчик, он собирался учиться на юриста, на юридический поступать, работает автомехаником, работал до болезни, и практически мама говорит, что он воспитал младшую сестрёнку с 12 лет, ему 12 лет было, когда она родилась, и он с ней возился постоянно, и младшего братика, которому 5 лет. Это очень трогательная деталь, эта маленькая сестричка, она собирает свою детскую копилочку, Маме приносит, денежку, да, и чтобы участвовать в оплате вот этого лекарства. Ну, то есть... А ещё добавим, что Костя учился в 88-й Рижской средней школе. Занимался в театральной студии. Да, Пурцием в Плявнике на улице Илукстес. Если слушают нас кто-то, кто имеет отношение к этой школе, учителя, родители, может быть, выпускники, передайте, что вот на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» есть подробная информация, как можно помочь Косте. Самое простое, вот то, что можно сделать, просто сделать один звоночек по телефону 9306384, евро 42 за звонок, и банковские реквизиты в фонде «Зе.лв» даны вот на Фейсбуке, на страничке «Зелёная лампа» или на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». А что касается того, что им помогает держаться, вот я с Димой совершенно согласна, но абсолютно, да, это тоже какая-то любовь, которая, ну, не хочется громких слов говорить, но это вот то, что оно появляется, иногда даже неожиданно. То есть человек себе не говорит, «Я там всех очень люблю», он просто делает. Вы знаете, иногда вот то, что произошло, оно происходит с Костей, это болезнь, и если так перекинуть мостик опять же к текущей ситуации с вирусом, с карантином, ведь что выявляет тяжёлая болезнь? Вдруг обнаруживает, что мы как-то головой всё это знаем из книжек и видели, что вообще-то всё конечно, что рано или поздно закончится, но когда-то потом, да, обычно ведь про смерть что думают? Это что-то, что бывает с другими, как там у Бродского. И вот карантин, и то, что происходит в связи с вирусом в европейских странах некоторых, количество погибших людей, оно, конечно, сделало видимым, ну, вот эту тётку с косой. Это вот с моей точки зрения, если, это очень хороший повод и возможность для того, чтобы всё-таки любовь в себе обнаружить. Всё-таки неправильное слово, потому что именно в конечной жизни, когда ты понимаешь, что это всё гораздо ближе, чем кажется, то градус жизни самой по себе, интенсивной жизни, она, конечно, вырастает. И в том числе это касательно отношений. Одно дело, я сам по себе сижу и боюсь или не боюсь смерти. Другое дело, что у меня есть люди, которые мне близки, и появляется повод, возможность, а иногда просто необходимость как-то начинать проявлять к ним больше участия. И вот эта взаимность, взаимодействие иногда вынужденное, оно, конечно, приводит к пробуждению любви, я это видел очень много раз. Причём люди, которые говорили, холодный, душевный, я не умею любить. И вот вдруг, оказавшись один на один со своей семьёй в этой самоизоляции, да, я, конечно, немножко с юмором, но у меня такое, есть предсказание, что в связи с карантином две вещи следует ждать. Это количество разводов, всплеск, и, конечно, к концу года всплеск рождаемости. Чего больше ждать? Какая пропорция? Слушайте, правду не скажу, а врать не хочу. Но надеюсь на рождаемость. Дмитрий, вот мне лично очень легло на душу то, что вы написали в пасхальные дни в качестве таких пасхальных мыслей. И каждый раз хочется повторить. Спасибо, Господи. И вы перечисляете за что? За любовь, за родителей, за детей, за дело, за здоровье, за возможности, за то, что всё идёт так, как идёт. Но вот то, как всё сейчас идёт, в связи с коронавирусом, вот в этом смысле, какой глубинный смысл должен проявиться? Потому что многие не согласны с тем, что всё идёт так, как идёт, боятся, внутренний протест возникает. Ой, Барин, ты задачи ставишь, помните, в фильме? Я не могу сказать вообще про всех, хотя, конечно, некоторые тенденции, общие точки основания, может быть, и можно выявить. Я могу сказать про себя, что для меня это странно покажется, но у меня, я думал, наконец-то высплюсь в связи с карантином, но у меня количество реализации моей, профессиональной, личной, и дел у меня выросло. Оказывается, у меня столько было в запасе того, что, ну, как бы, может быть, в следующем воплощении, если оно бывает, я планировал исполнить. И в этом смысле для меня это, конечно, время реализации. Но повторюсь, ну, точнее, не повторюсь, я думаю, что каждый человек без какой-то схемы и инструкции, наверное, должен попробовать найти смысл происходящего лично для него. Вот опять же, возвращаясь к вопросу, который звучал ранее, это такой маленький страшный суд, когда не кто-то, а ты сам себе задаешь вопрос, и вот как я, что я делаю в этом мире, что сейчас я один, и, например, две недели прошло, и мне никто не позвонил, например. И хороший вопрос к такому осмыслению, что ли, ситуации и к новым ориентирам, куда жить, конечно, как же я так живу-то, что про меня, например, забыли? Как же я так живу, что стоило перекрыть мне выход на работу, я остался один, или мне нечем заниматься? И в этом, в связи с этим, хороший, может быть, смысл к тому, чтобы как-то уже знакомиться с собой, что ли, со своей жизнью, как я выбираю так жить, и как я могу выбрать другую жизнь? Очень важные слова, очень важный совет. А с другой стороны, если посмотреть, могу сказать, что вот и такие вещи есть, а с другой стороны образуется какое-то, какое-то, как невероятное количество групп волонтёрских, которые носятся по городу, развозят эти бесплатные обеды, помогают этим старичкам, они где-то их находят, о ком-то мы читаем, а кто-то, вот могу точно сказать, вообще не афишируют, они где даже не звучат, но они есть. И люди как-то объединяются и обращаются туда, где можно помочь, где их собирают и делают. Вот, пожалуйста. Я согласен, происходит такая, знаете, поляризация, на мой взгляд. Я с этим столкнулся. Ну, во-первых, я уже пару лет веду группу супервизионную для психологов, психотерапевтов из разных стран. И мы так единым голосованием приняли решение, что мы будем волонтёрить. Это, не знаю, по-моему, ну, 10-12 человек. Да, то есть люди готовы этим заниматься в онлайн для тех, кто нуждается. Поэтому можете меня найти где-то на Фейсбуке, я вам скину контакты коллег. С другой стороны, я вижу, что у меня в дни закрытия границ дочь оказалась в одной из азиатских стран. Ну, точнее, сначала в Бангкоке, в Таиланде и на Бали. И то, как она добиралась со своими друзьями обратно, и то, что в процессе я читал комментарии на разных порталах, там, на Фейсбуке, что надо делать с этими людьми, зачем их пускать домой, надо какой-то там, по-моему, под комментарием, радиоболтком, кто-то писал, что я сам устанавливаю двери, я готов лично заколачивать двери тех людей, у кого выявлен вирус, чтобы они выходили. Вот все проявились. Для меня это катастрофа. Но вот всё-таки тех, кто как-то готов отзываться и помогать, и содействовать их, на мой взгляд, больше из того, что я вижу. Это радует. Не всё пропало в этом мире. А ещё нас очень радуют итоги предыдущей недели. Спасибо. Минута радости. Низкий поклон всем, кто читал, слушал, участвовал. Мы помогали 4-летнему мальчику, Кристору Платочсу, это диагноз хрустальная болезнь, это хрупкость костей, и мальчику, чтобы спасти ножки, нужны две операции. Операции платные. И вот итоги. На операцию для Кристорса собрано 25 тысяч евро. Ещё 34 центра. Это вместо 15, о которых было заявлено. Вы представляете? Это прекрасно, потому что при диагнозе хрупкость костей это не последняя операция. То есть мама получила некий задел, который будет лежать на целевом счёте. На реабилитацию. Да, и возможно будет, скажем, к концу года платить ещё следующие операции. И было принято 4 940 звонков на сумму 6 125 евро. Мы потрясены этой цифрой. И вы знаете, на сумму 6 125 евро, когда мы говорим, каждый маленький звоночек важен, вот, пожалуйста, иллюстрация. Все сделали маленький звоночек, 6 тысяч мальчику на счёт. И поступило на счёт перечислениями 18 909 евро. И сейчас я хочу зачитать буквально вот секундочку от бабушки и от мамы благодарность, которую они просили озвучить в эфире. Бабушка Снежана Пелюшенко, она живёт в Дагде, она написала, не устаю повторять, спасибо и низкий поклон всем за участие в судьбе нашего мальчика. Дай Бог всем здоровья. Сегодня у дедушки и у бабушки, то есть вот у Снежаны и её мужа, у дедушки и бабушки Крестюши, они называют Крестерса Крестюша, юбилей со дня свадьбы. И благодарим за эту замечательную новость. Разве может быть что-то более значимое, чем знать, что внуку будет оказана необходимая медпомощь. Это самый дорогой подарок для нас, спасибо. И мама Рината Платочи попросила передать вам. Бывают моменты, когда две руки не справляются. За четыре года, а мальчику четыре годика, я не раз такое испытала. Именно в такие моменты на помощь приходят добрые люди. Их помощь такая весомая и неоценимая, что хочется не просто поблагодарить, а просто взять и поделиться частичкой своего сердца. Горячо от самого сердца выражаю свою признательность и благодарность за помощь сыну. Спасибо всем огромное. Как только откроются границы и отменят чрезвычайную ситуацию, мальчик поедет в Москву, где в специальной клинике ему спасут ножки. Вот, собственно, ради чего можно всё это переносить, правда? Спасибо вам, Оля с Ритой, что вы делаете это большое дело. Это не мы делаем, мы это делают вот сколько там тысяч человек. Тысячи, тысячи. Лампа на столе у кого стоит? Тысячи, тысячи. Спасибо вам за это. Дима, вот смотрите, ещё для вам, для настроения. Видно, что у меня в руке? Вот с лампой вы спрятали яйцо? Нет, подними. Ёжик. Это маленький ёжик. Он у нас сегодня в студии имени вас. А почему, я скажу. Потому что мы фотографию выбрали. Вот у Дмитрия Лицова очень много фотографий с ёжиками. Можно спросить такой вопрос, сбить вот серьёзный наш настрой чуть-чуть. Почему ёжики? Откуда они вообще взялись? Я давно хочу спросить. Я года три назад был в гостях у Юрия Норштейна, который ёжик в тумане режиссёр. Мы с ним очень долго беседовали за жизнь, что называется, а потом сделали совместную фотографию. И я эту фотографию повесил на Фейсбук. И он ещё там подписал, он подарил мне книжку и подписал, что одно дело делаем Дмитрий. Я, конечно, не мог не похвастаться, поставил фотографию, и мне стали дарить ёжиков. Ох, как здорово. В моей комплекте, наверное, штук 70, начиная от таких ежей, заканчивая подушками, носками, разделочными досками. Вот такая история. Ёжики, они классные. А с Норштейном тоже у нас маленькая история была. Он когда приезжал в Ригу, у нас была девочка в тот момент подшефная, в зелёной лампе, которая художница. А, и, кстати, её зовут Анна Кенне, и на Фейсбуке она так и называется. Посмотрите, какие она делает чудесные мультипликационные рисунки. И она очень хотела на встречу с ним. И мы попросили, и он пригласил её на встречу и подарил даже ей картину. Она ему свою картину. Так они обменялись вообще. Чудесный Норштейн. Так что вот опять ниточки какие-то переплетаются. Радостно, да. Спасибо за историю. Да, да. И лампа стоит, которая тоже имеет к вам отношение непосредственно, да, потому что эта лампа, напоминаем, Михаила Задорна, он под ней работал. Нам была подарена для программы. Его семьёй. А Дмитрий Лицов, наш гость сегодняшний, он в прошлой программе нам рассказывал, что как раз... Вот я даже не могу повторить, как бы давайте кратко сформулируем, Дим. То есть вы с Михаилом Задорновым познакомились последним. Давайте так. Я стал символическим, конечно, крёстным отцом для Михаила Задорнова. И задолго до того, как его не стало. У нас был очень трогательный живой разговор. Так получилось. Ну вот, может быть так. И поэтому, конечно, эта лампа, она для меня, ну, память очень важная. Спасибо вам. Дмитрий, а вы сотрудничаете, у вас среди ваших проектов есть такой, который называется «Азбука семьи». Вот расскажите о нём. Что такое «Азбука семьи»? Это не мой проект. Я в нём немножко участвовал. Московские друзья-кинематографисты снимали, делали цикл передач с разными психологами, говорили о детско-родительских отношениях. Вот. Поэтому я, как это, припнувший к ним Шелепин, кто помнит, те времена. Я припнувший к ним. Ну, кстати, по поводу родительских, да, детских отношений, вот сейчас это очень актуально. Другие есть проекты, ну, например, до «Великого карантина», как назвал его Дима Брикман, который мы упоминали. Я раз в месяц, например, читал лекции, семинары в «Мам-кафе» есть такое чудесное место в Риге. Ну, и Ксения Соловьёва, тоже наш друг. И мы каждый месяц на протяжении, ну, долгого, может быть, девять месяцев уже могли бы что-то родить, наверное. Вот. Есть отдельный цикл семинаров для родителей. Ну, это так вот, не азбука семьи. Ну, вот, кстати, «Мам-кафе» вместе по инициативе Ксении Соловьёвой они делают замечательную акцию «Помощь обед для усталой мамы». То есть развозят просто эти обеды мамам, которым нужна рука, в первую очередь. Наверное, не еда даже, а вот рука, поддержка. Ну, настолько важное дело. Потом, когда всё это закончится, мы тогда, наверное, оценим по-настоящему. Ксения рука, кого надо рука. Да, кого надо рука. Низкий поклон за это. Да, 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 да. Это очень здорово. А, Дима, вот когда мы проанонсировали, что вы будете у нас в программе, написали, что будем говорить о важном, о главном. И вы у себя там поорианизировали. А что для вас главное? Вот вы выяснили, что для народа главное? Слушайте, ну, там как-то, по-моему, поёрничали, но никто не написал, что главное. Ну, давайте сейчас прям всем скажем. Вот для вас лично, что главное? Вопросик такой непростой. Для меня главное – это люди, которых я люблю. Ну, вот если совсем так. И любовь – это взаимно. А потом, наверное, уже дело, которым я занят. Но всё-таки впереди люди. Вы знаете, а я хотела бы ещё рассказать, что очень нас порадовало в это воскресенье, да, из чего вот я лично делаю вывод, что в этой ситуации, когда, как мы говорили, все начинают хныкать и ныть. Главное – это не концентрироваться на себе, а посмотреть вокруг. А вообще на себе любимым поменьше. И сделать что-то для других. И вот замечательные вообще ребята, волонтёры, повара, рестораторы. Инициатором выступил ресторан «Восемь лаунж». К нему присоединился ресторан «Армения». И мы рассказали об этом в прошлой программе и попросили тех, кто может присоединиться, помочь просто развести горячие обеды для нуждающих на своей машине, а также фирмы торговцев, которые могут отдать какие-то продукты, чтобы ребята, повара, приготовили эту горячую еду. И вот в это воскресенье более 700 порций. Буквально за неделю практически движение уже возникло, такое волонтёрское. И в воскресенье эти ребята развезли по Риге, по разным-разным районам вот эти более 700 порций горячей еды. И им дали ещё и мандарины, и сладости. Это какое-то просто невероятное движение. Интересно бы, я сейчас подумал, Оля, слушаю вас, хорошо бы, вряд ли это возможно, но хорошо бы, создать что-то вроде книги, вот когда вся эта ерунда закончится с карантином. Людей, которые вот как-то были активны, те, кто выбирали, ведь всё-таки, если говорить про жизнь, это то, чем мы наполняем. И наполняет кто-то страхом и тревогой, не преодолевает и прячется, а кто-то вот, выходя к людям. И самый верный способ, кстати, как справиться с такой тотальной тревогой, не связанной с конкретной ситуацией, а вообще тотальной тревогой, в жизни её много, это стать частью чего-то большего, чем мы есть. Это волонтёры, семья, какое-то общество, то есть это что-то такое, что превышает мои пределы. И когда я становлюсь частью, я, во-первых, сам кому-то поддерживаю, да, и кто-то меня поддерживает. И когда ты чувствуешь, что за спиной, за плечом есть люди, есть кто-то, ну, кто рядом, это, конечно, избавляет от тревоги. И в этом, наверное, один из смыслов возможных вообще жизни, ну, если их можно как-то некие в универсалии как-то связать, да, потому что, наверное, он у каждого свой, но это что-то про альтруизм, кто-то из нас же доживает до не вот этого спасательства, когда бегаем, помогаем окружающим, чтобы те спасли меня, такой есть некоторый самообман, да, а есть люди, которые, правда, доживают до момента, когда хочется делиться, хочется давать. И это люди, которым не страшна ни тревога, ни одиночество, Вы знаете, что поразило? Вот меня лично со многими говорили, кто этим занимается сейчас, мы говорим, зачем вы это делаете, почему? И почти все говорят, а у меня пришла радость. Вот я что-то делаю и получаю радость. Вот вы, как психолог и психотерапевт, можете механизм этой радости как-то объяснить? Вот откуда она приходит? Ну, во-первых, во мне тоже пришла радость. Да. Я столько всяких проектов начал за последние две-три недели. Вот тем более. Что радуюсь и радуюсь, да. Они как-то связаны с другими людьми. Вот. Ну, про механизм, наверное, это про… Много там, наверное, есть исходных точек, но одна из них, скорее всего, вот быть нужным. Всё-таки есть потребности базовые, так называемые, пирамида Маслова, наверное, все знают, да, а есть потребности экзистенциальные. То есть потребности, которые вытекают не из моей природы, а из того факта, что я живу в этом мире. И потребность связанности с другими, приподнимая, с кем-то, она прям потребность. Это в ней есть такая бытийная. И сейчас, когда очень много людей, объективно, ну, попавших в тяжёлые положения, самостоятельно не умеющих из них выбраться, появляется возможность у любого из нас протянуть эту руку. То есть вступить вот в эту самую связь. И мне кажется, это вообще самое ценное, когда между людьми начинает что-то происходить. И вот для меня источник радости номер один, наверное, вот такой. А между нами и нашими радиослушателями тоже может что-то такое начинать происходить вот прямо сейчас. И мы напоминаем наш телефон 930-6384. Это один звоночек в помощь на приобретение лекарств для мальчика Кости, Прутика. Там сложный, тяжёлый диагноз. У мамы Юли четверо детей. И вот сейчас Костя оказался в такой ситуации, что семья просто в жутком стрессе от того, что лекарства стоят очень дорого. И там ещё есть такой момент, который, мне кажется, такой несправедливый. Вот это лекарство под названием Зелборав. Если оно используется и назначается для лечения меланомы, то есть если вот стоит в карточке диагноз меланома, то тогда оно частично компенсируется государством. А у Кости диагноз саркома. И вот в этом случае это лекарство не компенсируется. То есть его нужно приобретать за полную цену. Это очень... Но они написали везде бумаги и ждут ответа, но пока нет. То есть в разные инстанции они, ну как сказать, они обратились, но сейчас еще в связи с этим карантином все непонятно, кто и как будет реагировать. В этом есть закономерность, что государство не компенсирует, это компенсирует люди. Тогда, конечно, вопрос... Ну вот мы, например, сейчас мы призываем помочь наших слушателей, и в этом есть какая-то подмена, на мой взгляд, когда то, чем должно заниматься государство, когда, если я правильно понимаю, 4 миллиарда евро, где они, эти деньги, и найти 20 тысяч, 30 тысяч, чтобы спасти жизнь и здоровье человеку, мне кажется, это такая мелодика. 24-летнего мальчика. Совсем жизнь в начале, да, и в этом есть какая-то очень большая несправедливость. Сейчас, конечно, у нас не тема для государства и прочее, но это все время как-то витает в последние недели. Много чего витает. Много чего витает, и хочется там... Ну, вы бы, если у нас прямой эфир, вы могли бы запикать, если бы была запись, поэтому я промолчу. Нет, все все понимают. Совладать со своими чувствами, вот, демонстрируя в прямом эфире. Нет, тема ответственности государства перед своими гражданами, это очень важная тема, конечно, которая должна обсуждаться в обществе. И в этом смысле Дмитрий сказал совершенно правильно. Я хочу еще сказать, да, в связи с тем, кому эти деньги... Мы все, наверное, читаем, как государство принимает решения, кому оказывать помощь. И когда на мой взгляд помощь надо оказывать голодным, а не тем, кто был лоялен три месяца, четыре назад, платил налоги, не платил. Голодного надо кормить, потому что он голодный, а не потому что он когда-то соблюдал некие правила. И в этом, мне кажется, главное такое противоречие между системой, структурой, чиновником и человеком. И как вот, тоже такая, знаете, тема интересная, как этот человек, попадая в систему, становится элементом, как он теряет человеческое, что это за механизм. Ну, может быть, когда-нибудь потом мы с вами поговорим об этом. А Косте сейчас нужно собрать средства, чтобы хотя бы на этот месяц он мог оплатить, семья, чтобы могла оплатить это лекарство, и дальше мама, конечно, намерена бороться и стучаться во все инстанции, чтобы хоть частично получить. Я хочу спросить, пока не забыл, Оль, Рита, вы не знаете, вот тот счет, который указан на сайте, есть ли там возможность российским рублям, например, По-моему, любыми. То есть могут люди из России, потому что я знаю, что там много друзей моих слушают, будут слушать. И заедут ЛВ, там есть такая опция, банк можно выбрать. Раньше это был, да, только Светбанк, а там можно выбрать банк еще. Ну, конечно, это внутренние наши ратвийские банки, но можно выбрать. Они же сотрудничают там с разными банками как-то по-своему. Там надо открыть эту кнопочку пожертвовать, и там, в принципе, вся информация на сайте есть. И Косте надо более 6 тысяч, почти 7 тысяч каждый месяц, но еще раз повторю, самое хорошее в этой истории то, что уже в феврале после первого приема просто видимые явные улучшения и анализ крови он сдавал, который показал улучшение. И просто мама говорит, если до этого он лежал, вообще не вставал, сейчас он ходит, улыбается и совершенно нормально выглядит. То есть даже не скажешь. Поэтому нужно это лекарство помочь ему купить. Как приятно быть сопричастным к этому делу. Да, когда особенно результаты потом мы видим. И как радуются люди, мне тоже очень нравится, наши радиослушатели, читатели, как они радуются, когда что-то получается. Это действительно радость приносит. А самое трогательное это, конечно, когда мама, вот когда она видит, что она сомневается вообще, как стоит ли обращаться, как это неудобно просить, нужно, не нужно. И потом, когда вот это получается, у нее гора с плеч падает, и она понимает, что она может оплатить для своего ребенка необходимое лечение. И, конечно, очень трудно им обращаться за помощью. Я знаю, что такое предельное отчаяние, когда вообще нет надежды. Уже даже и страх пропадает, а какой-то ужас, и когда вдруг появляется возможность, луч света, кто-то руку протягивает, это дает надежду, конечно, и маме, всей семье, и Косте это точно даст силы, что он кому-то нужен. Вот, знаете, мама Юля, она сказала нам, что такая тяжелая история, и так ей плохо было. Но она говорит, а с другой стороны, я поняла, что так много людей хороших рядом, говорит, я раньше даже не думала об этом, а они просто рядом, они дают надежду жить, и что ты не зря живешь на свете, и она уже несколько раз нам сказала, что я хочу теперь тоже заниматься благотворительностью, я тоже хочу помогать. Вот сама в этой ситуации, она говорит, когда вот это все закончится, я буду помогать. Вот побочные результаты вот этого всего процесса какие-то, удивительные, удивительные. Поэтому напоминаем еще раз телефон наш 93006384. Еще раз говорим, мы понимаем, что ситуация у всех, у каждого сегодня тяжелая, почти у всех. Тем не менее, если вы можете сделать этот звоночек, он реально поможет хорошему человеку выздороветь. 93006384, евро 42 цента за звоночек. Программа плавно подошла к концу, Дима, вот так вот быстро. Я просто хочу еще не забыть напомнить, что мы говорили про Дмитрия Брикмана, вашего друга, который замечательный фотограф. Так вот он фильм снял про схождение Огня Благодатного. Этот фильм есть на Фейсбуке. Скажите нам, где его можно посмотреть? Это потрясающе. Я смотрела, просто у меня мурашки по коже были. Снимал, по-моему, как раз последний фильм «Отец Гивонт», а Дима делал фоторепортаж и там тоже потрясающий. Он делал отдельные ролики, но можно найти либо меня, либо вот Гивонт Вардапет или Дима Дмитрий Брикман. Посмотрите. Я хочу сказать пару слов про друзей, которые, возможно, будут слушать, конкретно моих, знакомых и незнакомых. Многие просили ссылку, чтобы немножко так с юмором. Друзья, как в том анекдоте про Суслика. Ты, говорит, видишь там Суслика? Нет, но он там есть. Вот я вас не вижу, но я знаю, что вы есть. И поэтому, пожалуйста, прослушали час беседы, ну, будьте добры. Я сейчас немножко шучу, но главное, конечно, не моя просьба или воля с Ритой, а человек в трудной ситуации, семья в трудной ситуации. Помогите. И будет вам радость, о которой мы и говорим. То есть, в конечном счёте, всё, что мы делаем, должно приводить к радости. Вы согласны? Я согласен, если вы меня спрашиваете. Да, да, да. Дим, ну, пожелайте что-то нашим радиослушателям, и мы заканчиваем программу. Ой, слушайте, ну, кроме «будьте здоровы» и «живите настоящей жизнью», такой «я» с большой буквы, настоящей жизнью, прямо сейчас, что ещё пожелать? Потому что все тревоги – это то, это беспокойство о том, чего нет. Давайте жить настоящим, тем, что есть сейчас. Будьте здоровы. Спасибо. И напоминаем, что в эфире была программа «Зелёная лампа». Спасибо всем радиослушателям. И гость наш Дмитрий Лицов, психотерапевт и психолог очень известный. Спасибо. До следующего вторника.